Привет! Итак, мы продолжаем анализ главных героев и сегодня у нас на очереди Константин Левин, человек пустота. Левин это сосуд, в который что-то заливается, потом это что-то куда-то девается, то ли портится, то ли испаряется, но как-то каким-то образом пропадает из этого сосуда, после чего он под воздействием внешних сил или каких-то событий наполняется новым содержимым. Это в общем не удивительно, Левин человек молодой, не сформировавшийся. Мы встречаем Левина, когда он пытается добиться руки Китти. Китти же в это время увлечена Вронским, который в свою очередь увлекается Карениной. Чувствуете, бразильские напевы сериалы «Богатые тоже плачут». Китти, увлеченный Вронским, отказывает Левину и не соглашается выходить за него замуж, надеясь выйти за блестящего военного. Посмотрите вторую серию. Левин обижается на весь белый свет и едет в деревню приобщиться к простой жизни крестьянина. Там его душа тянется к простой крестьянской жизни, он пашет, он сеет, обедает с мужиками и наслаждается всем этим, пока не устает. Работать все же тяжеловато и ему приходит на ум мысль, что нужно все перестроить и правильно всем управлять. Не по старинке и не как в Европе, а по-своему, по-новому, по-русски. Он много читает, спорит с окружающими помещиками, с мужиками, пытаясь донести до них всех свои гениальные мысли, но народец у нас противный, все вопросы задает, не соглашается, спорит с гением. Поэтому Левин бросает благое дело и тут он очень удачно снова встречает Китти. В этот момент его душа, его сосуд наполняется новыми сферзадачами. Это семья, детки и такое семейное счастье и семейная жизнь в розово-сопливых тонах, которые обычно изображаются на рождественских открытках. Да еще мальчик. Все хорошо, все отлично. Покажите его отсюда. Они все такие, когда только родились. Этот ты еще красавчик. Но потом все оказывается не так красиво, как он задумывал. Дети рождаются некрасивыми, без бантов, жена флиртует с разными мужчинами, теща тут опять же. В общем он разочарован и в финале романа приходит к Богу, но будьте уверены, долго он под этим крылом не просидит и побежит куда-нибудь еще, наполненный новыми мечтами, которые, надо заметить, довольно быстро прокиснут. Я всегда завидовал людям, у которых вся жизнь подчинена долгу. И вот когда я рассуждаю о себе и сравниваю себя с ними, я вижу как я плох. Да чем же ты плох? Разве ты не работаешь для других? А твое хозяйство, твоя книга. Я все это делаю не так. Я все делаю не так, как надо. Впрочем, когда-нибудь какая-то из внутренних идеологий окончательно засядет в этом сосуде, вопьется своими щупальцами в душу Левина и он остепенится. Мне известно, что такое добро и зло, хотя меня этому не учили. Мне это было дано, как всем. Тут я ничего не открыл. С моих глаз упала пелена. Многие видят в этом персонаже автопортрет Толстого. Возможно, это и так. Тогда это очень симокритичный автопортрет. С одной стороны, поиск себя в мире и мира в себе. И это очень хорошо. Это свойство человека мыслящего, ищущего, пробующего. И это красит человека. С другой, довольно наивные, я бы сказал, поверхностные представления обо всем на свете. Прекраснодушие в самом худшем его проявлении. Все обратно вертится вокруг женщин. Представь, что ты женат, любишь жену, Но приходит время, и ты вдруг увлекаешься другой. Нет, не представляю. Это все равно, как бы я теперь наевшись пошел тут же мимо калачной и украл калач. Многие ли молодые люди задаются сложными вопросами? Многие ли пытаются понять, пощупать, обустроить жизнь? Но многие ли так поверхностно представляют себе жизнь? И так нервно отмахиваются от неудобных вопросов, которые эта жизнь перед ними ставит? Вот на этом, пожалуй, закончу. В следующей серии поговорим об экранизациях. Делитесь этим видео в соцсетях. Ставьте лайки. Продолжайте смотреть самые лучшие из каналов. Мой, конечно. И удачи вам пока. Все это вздорно. В сущности, ты подумай об этом. Ведь весь этот мир наш, это же маленькая плесень, которая наросла на крошечной планете. А мы все думаем, что у нас может быть что-нибудь великое. Мысли, дела. Все это пищи. Субтитры сделал DimaTorzok